Я хочу от вас обратиться к губернатору, то есть когда-то мы, в общем, зачитаю все, обращаются к вам жители города Заволжска с просьбой дать ответ на давно волнующих нас и озвученных при встрече с вами вопросов. Ни один из озвученных вопросов не решен. Мы выпали у вас из памяти. Ваши обещания ушли в никуда. Вы игнорируете 11 тысяч населения города Заволжска. По всем вопросам, которые мы направляли вам, пришли отписки. Вот такой пример отписки. По результатам проверок службы финансового контроля Заволжской районной администрации выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Но результатов по устранению этих нарушений, как было вами обещано, мы не заметили. Все сидят на своих местах. Требования жителей убрать Петрова Дениса Юрьевича вы не слышите. Мы полагаем, что пока Петров Денис Юрьевич не продвинет все пакости в Заволжске, его не уберут. А когда он продвинет, он и сам уедет, потому что он все будет сделано. У жителей города Заволжска сформировалось полное недоверие к главе администрации. И как такой глава может руководить районом? Вы обещали сделать энергоаудит тарифов. Особенно нас волнует тариф на тепло. Стоимость геккалорий 2627,48. И вода 58,53 плюс канализация 41,25. То есть в итоге почти 100 рублей. А с 2020 года полагаем, что тарифы еще повысятся. Таких тарифов нет нигде в Ивановской области. И даже нет в России. Принять какое-то решение по бане вы обещали. В Заволжске нет горячей воды и никогда не было. Люди моются некоторые над корытами бабушки. Куда они пойдут? И как они будут греть воду? Только на газовой плите и над корытой помыться, полить спинку. Вы обещали решить вопрос с автостанцией. Люди мерзнут, когда едут в деревню с детьми, со всеми. С комплексным зданием выше 21 училища. Вы хотели что-то здесь организовать. Там все разрушено, все порушено. Все города и района Ивановской области вы финансируете на проведение новогодних мероприятий. А наш район завален мусором. Это в дополнение к химмогильнику, который там организовывается. Требуем срочно принять меры по нашим вопросам. В случае непринятия вами мер, мы оставляем за собой право обратиться к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину, как гаранту наших конституционных прав. Просим это внести в резолюцию.